Продолжение следует... Продолжение следует... Кусок стихотворения называется строфой. Строфа – это последовательность поэтических строк, которые называются стихами. То есть термин «стих» означает «поэтическая строка». Не стихотворение, а поэтическая строка. Так вот, строфа – это последовательность стихов с заданной схемой рифмушки. Если произведение крупное, например, как поэма Евгия Онегин, она состоит вся, целиком из глав, а главы – из строф. И эта строфа получила отдельное название «Онегинская строфа». Это было изобретение Пушкина специально для вот этого поэтического, скажем, произведения. Поэтому стихотворение целиком может представлять собой строфу. Либо, если это крупная форма, то повторяемость некоторых строф. И строфы должны иметь тоже одинаковую структуру. То есть менять структуру строф в одном произведении считается дурновкусием. То есть это совершенно неприятно. Единица второго порядка – это, собственно, строчки или стихи. Единица третьего порядка – это стопы. Стопы задают ритмику стиха. То есть это группа так называемых иктов. Икт – это либо слог, либо односложное слово. Поэтому придумали специальный термин, чтобы не повторять каждый раз. Слог или односложное слово. Вот короткий термин – икт. Так вот, такая группа иктов, в которой может быть, скажем, только одно ударение. И вот эта группа должна повторяться ритмически. Эта группа называется группа. Иктов называется стопой. Поэтому поэтическая строка состоит из стоп, и размер её определяется количеством этих стоп. То есть есть шестистопный, например, ямб, четырёхстопный хори, и так далее. Теперь, вот поэтическая строка и типографская строка – это совершенно разные понятия, потому что поэтическая строка, вернее, типографская строка определяется форматом издания. То есть сколько слов помещается, так сказать, на страницу данного формата, это и будет, в общем, типографская строка. Поэтическая строка – это нечто иное. Она не обязана занимать всё типографское пространство, так сказать, на одной строке. Как правило, она бывает короткой. Но в очень малоформатных изданиях, ну, карманного, скажем, формата, поэтическая строка может быть столь длинной, что она переносится, но, тем не менее, даже с учётом того, что она занимает, например, две типографские строки, это будет одна поэтическая строка, потому что она, как правило, является некой логической единицей деление текста на такие смысловые группы. И эти группы чаще всего отделяются знаками припинания, но не обязательно. Более того, и в поэтической строке также допустимы переносы слов. Но они допустимы только в том случае, когда это оправдано специальным, скажем так сказать, там, замыслом, идейным замыслом, так сказать, когда, значит, необходимо действительно слово разбить на слоги и сделать перенос. То есть это очень редкое явление. И поэтому, значит, пользоваться им нужно с большой осторожностью, только тем, кто владеет в достаточной, скажем, степени искусством стихсложения. То есть имеет большой опыт. Итак, стопы. И, наконец, самая мелкая часть, то есть атом поэтического, скажем, произведения, это слог или односложное слово, то есть икт. Итак, еще раз повторяю, структура стихотворения от крупного к более мелкому – это строфы, стихи, стопы и икты. Запомни. Размер стиха, термин «размер стиха» – это число стоп в стихе. Метр стиха – это порядок чередования ударных или сильных, безударных или слабых иктов в стопе. Рифма – это созвучие нескольких ударных слогов, а также односложных слов и частиц. То есть рифма – это повтор звука, который моделируется, как правило, в конце строки. Но бывают и так называемые срединные рифмы. Они требуют, скажем так, большего искусства владения мастерством стихосложения, когда в стихе не только есть рифмы в конце, но и в средине строки. Итак, классификация стихотворений. Все стихотворения когда-либо написаны отечественными и зарубежными, поэтому обладают следующими признаками. Наличие и отсутствие ритма. Я говорил, что ритм – это один из самых главных признаков, который отличает стихотворение от прозрительского текста. Но, оказывается, есть и такие стили поэтические, в которых ритма нет. А эти стили в большей части являются архаичными, но иногда ими пользуются специально для того, чтобы, например, придать своему стихотворению какое-то очарование чего-то там древнего, архаичного, то есть сознательно иногда допускают отсутствие ритма стихотворения. Но, как я уже говорил, стихотворение ритм не является единственным признаком. Там целые отпускники. То есть отсутствие ритма не делает стихотворение не стихотворением. Степень разнообразия размеров стиха, наличие или отсутствие ритмы, то есть ритма тоже не является абсолютно обязательным элементом стихотворения. И наличие или отсутствие строф. Дело в том, что необходимость в развивке текста стихотворения на строфы обусловлена очень простой вещью. Когда мы, например, говорим монотонно, то есть бумним, при этом наша речь, она становится очень ровной такой. В ней мы как-то не делаем выпуклыми специальные логические паузы, акценты и так далее. И такая речь воспринимается очень плохо. То есть сознание от такой речи устает. Точно то же самое касается и внешнего вида стихотворения. То есть для того, чтобы этот внешний вид сразу при первом же взгляде мы видели, что это стихотворение, а не что-нибудь, так сказать, иное, оно должно быть разделено на какие-то такие единицы, которые друг от друга отделены, скажем, строкой пробела. Тогда внутренняя структура стихотворения сразу воспринимается нашим сознанием. И когда мы будем это стихотворение читать, то мы уже будем настроены на то, что определенные, скажем, части нашего стихотворения представляют собой некую законченную логическую единицу, которая называется астрофой. Итак, по первому призыву мы делим стихотворение на ритмические и неритмические, или верлибры. Вот когда Евгений Марков сказал, что нам бы всем хорошо научиться писать верлибрам, как это делает наша Милософия, то, значит, он отчасти был прав в том смысле, что есть определенная трудность писать верлибрам. Трудность – это одна карта, не все понимают, в чем она заключается. Она заключается в том, что мы привыкли к ритму, который пронизывает всю нашу жизнь. И поэтому и стихи, как правило, пишутся именно на ритмической основе. Вот почему писать верлибрам трудно, потому что мы все время тяготеем к ритмике стиха. Нам кажется, что ритмический стих кажется более совершенным. Ну, я не знаю, насколько это является объективным признаком или нет, но действительно есть определенная трудность заставить себя писать верлибрам. Ну, я думаю, что при определенной тренировке, когда человек будет пытаться все время писать верлибрам, он это искусство освоит. Итак, по второму признаку стихотворение делится на моноразмерное, написанное одним размером, и полиразмерное. Вот, в частности, песни, текст песни, можно в каком-то смысле считать стихом. Иногда они не являются стихами, потому что сначала появляются стихи, а потом уже, значит, они кладутся на музыку. Так вот, в песне есть запев и припев. И вот это великолепный пример для того, чтобы показать, что в запеве и припеве можно изменить. Можно изменить и ритмику, можно изменить и метр, можно изменить и длину строки, так сказать. Можно изменить, вообще говоря, и мелодию. То есть мелодия припева зачастую отличается от мелодии запеви. Как правило. Как правило. Как правило. Ну вот, по третьему признаку стихотворения бывают рифмованные и нерифмованные, или белые стихотворения. Мы потом рассмотрим еще, есть так называемый свободный стих, и есть стихотворения в прозе. Это очень редкие такие стили, мы их обязательно коснемся. По четвертому признаку стихотворения бывают страфические и не страфические стихотворения. Ну, не страфическим является стихотворение, Которое состоит из одной страфы, например Есть очень короткие поэтические Вы, наверное, слышали Хопку, танка Они все состоят, в общем говоря Хопку из трех строк всего лишь Танка из пяти строк Какие там могут быть дальше Разделения на строкы Трудно себе представить Я думаю, что на вот этой теме Системы стихосложения Мы сегодня и закончим Потому что нельзя давать много материала сразу Мозг устает